Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня предлагаю вам совершить экскурсию в Иосифоволодский мужской монастырь. Это действующий монастырь, о нем много разной официальной информации, даже есть свой сайт. Все ссылки, как обычно, будут в описании под фильмом на YouTube-канале «Неофициальная история». Мы же постараемся обратить ваше внимание на те моменты, которым официальные источники стараются уделять поменьше внимания или вовсе обходить стороной. Для начала краткая историческая справка. Свят Успенский Иосифоволодский монастырь основан 1 июня 1479 года преподобным Иосифом Болотским. В монастыре была собрана крупнейшая монастырская библиотека. Здесь написан преподобным Иосифом первый свод русского православного богословия «Просветитель». Рукописное наследие монастыря по сей день служит предметом исследований ученых. Монастырь играл важную роль в политической и идеологической жизни России, являясь оплотом самодержавной власти московских царей. В разные годы в заточении здесь находились афонский монах Святой Максим Грек, митрополит московский Даниил, царь Василий Шуйский и другие. Монастырь находится в 18 километрах к северо-востоку от города Волоколамска, при речках Сестре и Спировке. В период основания монастыря эта местность представляла собой хвойный лес, расположенный на болотистой равнине. Самый чаще у родника преподобный Иосиф поставил деревянную часовню и кельи, где вместе со своими сподвижниками жил до того времени, пока на нынешнем месте не был построен каменный храм Успения Пресвятой Богородицы. Крепостные ограды и многочисленные постройки были первоначально деревянными. Еще при жизни преподобного Иосифа с восточной стороны был вырыт большой пруд, впоследствии названный Иосифовским. В 16 веке при игумене Гурии был вырыт второй пруд, меньший размером, Гуриевский. О времени создания третьего пруда, малого или подстенного, сведений не сохранилось. Четвертый пруд Митрополичий, устроенный в середине 18 века, расположен внутри стен монастыря. В 1543-1566 годах вокруг обители вместо деревянной возводится каменная крепостная стена с девятью башнями. Из них три круглых и шесть четырехгранных. Иосифов монастырь становится не только одной из крупнейших и богатейших обителей, но и сильнейшей крепостью. В начале 17 века он выдерживает длительную и ожесточенную осаду польско-литовских интервентов, в результате чего сильно пострадали стены и башни. Отстроенный после смуты начала 17 века заново, монастырь представляет собой боевую крепость, где все предусмотрено для ведения боя или длительной осады. До 1676 года были возведены недошедшие до нас башни на водяных воротах и на угольное круглое. С 1677 по 1688 годы выстроены башни Никольская 1677, Воскресенская 1678, Петровская 1680, Старицкая 1681, Германова 1684, Кузнечная 1688. Прясло стен между ними и святые ворота с церковью святых апостолов Петра и Павла. Главный храм монастыря возводился трижды. Первая церковь Успения, деревянная, одноглавая, была заложена самим преподобным Иосифом 6 июня 1479 года. В 1484 году уже возводится белокаменный собор. 18 декабря 1486 года храм был освящен. Храм был пятиглавый с деревянными крестами. Главы кресты были обиты железом. Очень богат был интерьер соборной церкви, иконы, работы Андрея Рублева и Дионисия, многие из которых имели драгоценные оклады, посокохудожественные шитые пелены, великолепные священнические одежды. В 1688 году одветушавший собор был разобран, а на его месте возведен новый, гораздо более высокий и величественный. В 1692 году строительство было завершено. Освящен собор после отделки в 1696 году. Стены собора впервые были расписаны в конце XVII века, поновлялись к середине XVIII века, а в 1785-1787 годах стены расписаны в итальянской манере. В 1904 году в Успенском соборе были проведены большие работы. Интерьер был изменен по подобию Успенского собора в московском Кремле. Храм был заново расписан в технике масляной живописи. Комплекс XVII века в основном повторяет очертания планов XVI века. Наличие с восточной и северо-восточной сторон прудов определило композицию плана и силуэты стен монастыря, примыкающих к ним непосредственно, сделав их более монументальными и неприступными. Высота стен везде одинакова. Композиционные особенности досягаются различной высотой и своеобразием архитектуры башен. Возле северо-западного угла Успенского собора была построена каменная восьмигранная четырехъярусная столпообразная звонница с фатровым куполом. На верхнем ярусе под колоколами стояли часы с курантами. В начале XIX века возник уклон колокольни от ответственной линии, достигшей к 1848 году двух архшинов. В начале Великой Отечественной войны, 19 ноября 1941 года, колокольня была взорвана отступавшими советскими войсками. Конец исторической справки. Друзья, еще раз обращаю ваше внимание, что данная историческая справка это сокращенное изложение официальной точки зрения. Получить более подробную официальную информацию можно, перейдя по ссылкам в описании. Я же хочу обратить ваше внимание на некоторые важные моменты. Первое. Колокольня. Если про сам храм известно до дня, когда он был заложен, построен, освящен и так далее, то про колокольню известно лишь, что она была построена примерно в 1495 году. В официальных источниках о ней всего пару строк. Второе. Пруды. Размер Гуриевского или Иосифовского. Каждый намного превосходит территорию монастыря. Не очень понятно, как в Хойном лесу были выкопаны эти пруды, особенно Иосифовский, когда по преданию преподобный Иосиф, основатель монастыря, жил в деревянных постройках всего лишь с несколькими сподвижниками. Интересно, какими ресурсами для рытья пруда они обладали? Если смотреть сверху, то эти пруды больше напоминают карьер, заполненный водой. Третье. Еще один интересный момент. Согласно официальной версии, известно с точностью до дня время заложения монастыря и первой церкви Успения. Соответственно, 1 и 6 июня 1479 года. А вот времени появления третьего пруда неизвестно. Это, видимо, была настолько незначительная лужица, что ее просто никто не заметил. Четвертое. Железо, которым были обиты кресты и главы церкви. Здесь имеется в виду листовое железо, а не подковы для лошадей. А листовое железо – это прокат. Самый ранний документ в виде рисунка с описанием устройства для прокатки олова принадлежит перу гениального ученого Леонардо да Винчи и датируется аж 1495 годом. Согласно официальной истории, промышленная прокатка железа началась в начале 18 века. А как нам говорит официальное писание, то 18 декабря 1486 года храм был освящен и на нем уже были кресты и купола, покрытые железом. То есть, как минимум за 10 лет до изобретения самого процесса прокатки металлов в лист и за 200 лет до внедрения промышленного способа получения листового железа. Пятое. Датировка. Согласно официальной истории, современное летоисчисление было введено в 1700 году по указу Петра I. До 1700 года летоисчисление было совершенно другим. Сразу после 7207 лета наступил 1700 год. Это проходит даже в школах, правда помнят не все. То есть, дат вида 1600 какой-то или 1400 какой-то год не было в принципе. Люди, жившие в 6987 лето, понятия не имели о том, что они живут в 1479 году. Согласно современной официальной истории. Разница между календарями 5508 лет. Про календари, какие они были, сколько их было на Руси и какая между ними разница, как и о многом другом, я рассказываю в фильме о Тульском Кремле. Ссылочка на него появится сейчас в правом верхнем углу, а также будет в описании под фильмом на YouTube-канале Неофициальная История. А теперь пойдемте в сам монастырь и посмотрим его изнутри. Входные ворота несимметричны. Как нам говорят официальные источники, это из-за конструктивных особенностей церкви Петра и Павла, расположенной над воротами. Ворота настолько низкие, что заезжающие машины процарапали своими бортами штукатурку до кирпича. Обратите внимание на стяжки. Мы к ним будем постоянно возвращаться. На воротах некоторые уже удалены. Видимо, мешали. А возможно, за ненадобностью. Но если они не нужны, то зачем их вообще ставили при постройке? Или тогда в них нуждались и они не мешали? Но опять же, если предполагалось, что здание будет работать в щадящем режиме, без вибраций, то стяжки не нужны. Это перерасход материала. Строители прошлого были мудры и никогда не делали ничего просто так. Тем более, как мы видим сейчас и увидим далее, красоты эти стяжки не добавляют. То есть была насущная потребность укрепления здания металлическим каркасом. Обратите внимание на угол. Торчащие кирпичи говорят о том, что стена имела продолжение. Согласно официальной версии, все здания монастыря многократно перестраивались и реконструировались. Пушки в монастыре, видимо, придают ему солидности. Сейчас вы видите сбитую колонну или стену, а также орнамент поверху. Следы переделок повсюду. Например, форма окон второго этажа. Слева обычные окна, а правее под орнаментом похожи на бойницы. Однако, как бы здание не перестраивалось, стяжки не были убраны. Они проложены по всему периметру здания, а также во внутренних стенах, стягивая все здание единым контуром. Мы подходим к колокольне. Высота колокольни была 76 метров. При такой высоте основание должно быть намного шире. То, что мы видим сейчас, это если не середина по высоте, то точно гораздо выше основания. На вашем экране фотографии этой колокольни начала 20 века. Обратите внимание на окна нижней части храма, смотрящие в землю. Сейчас эти окна переделаны варочные проемы. Окна верхнего этажа также переделаны варочные проемы. Судя по фотографиям, колокольня представляла единое целое с основным зданием храма. Однако, сейчас это просто развалено, негармонично стоящее рядом. Я залез через окно, которое снизу также заложено. Колокольня сильно разрушена, но даже сейчас можно понять, что внутренняя лестница вела наверх. Да, но это видно, большой кирпич. А тут есть такая табличка? Да, вот оно, о чем я говорил. Пространство. Труба в трубе. То есть это проход на рисковом растворе. Это проходик. Там ступеньки. Насколько тут ниже? Деревянный настил перекрывает внутреннее пространство колокольни. То есть там ниже имеется еще объем, который просто закрыли этими досками. И даже этот пол гораздо ниже современного уровня земли. Закрыто, чтобы не провалились. И вот это внутри колокольни такие, с такими петлями. Вот еще один, не хочу, не знаю, какой. Вот с такими ямками. Так, все, если мы видим серебро. Заложенное окно. Нес просто так вот тут завесили. Окно за картиной заложено старинным кирпичом на известковом растворе. Камень. И вот тоже заложенное окно. Сейчас я хочу туда, вовнутрь, заглянуть. Вот эти стяжки. А, а там прям окна напротив колокольчиков. Колокольчик. Ну это так, крыша, как навес. Сейчас она вдруг, вовнутрь. Этот проход наверх. И судя по петлям, дверь открывалась в эту сторону. Две стяжки вставлены уже после того, как сооружение было построено. Это четко видно по разбитому кирпичу. Одна вообще уложена одним концом в заложенное окно. Это уже в наше время использовали металл из разрушивающейся стены колокольни. То есть окно заложили тогда, а стяжки поставили сейчас, чтобы оставшееся не развалилось до конца. Обратите внимание на современную окно. Это современный большой кирпич, который используют при реставрации. Их делают под заказ для монастырей. Запомните этот момент на будущее. Мы к нему еще не раз вернемся в других фильмах. Кстати, судя по кладке, тут тоже было окно. Помимо того, что пространство уходит вниз, здесь был арочный или купольный потолок. Неизвестно, полностью он перекрывал пространство или в нем было отверстие наверх. Вот. Да, но это видно, что ее подмазывали. Вот она, она видна, забутовка. Тут уже окно. Что-то туда. Какие-то железочки здесь. Петля. Петля. И вот уровень грунта. Ну то есть, ну кто так строит, а? О, это что такое? И вот. Что это такое? Это что? Стяжка. Стяжка уходит вертикально вниз. Кирпичка больше чем. Съем, устроен, я не знаю. А, как это нельзя? Съем. Это просто камень. Делали сбутовку. О! Потому что там ниже камней нет нигде. А, что это зрение? Чего это зрение? А, что это зрение такая? Ууу, видишь, это? Колокольня на несколько метров земли, это ясно. А что насчет храма? Неужели это тоже так строили? Или тут опять виноваты лошади? Или прихожане на башмаках грязь принесли? Так что часть колокольни оказалась под землей. Позволю себе поделиться своими мыслями по этому поводу. Стояла себе башня долгие века, никого не трогала. О том, что это была за башня и башня ли это была вообще, этот вопрос пока опустим. По сути, стояла и все было хорошо. Пока в середине 19 века не решили ее переделать в колокольню и повесить колокола. Затеяли реконструкцию и переделку. Но, видимо, не учили сопротивление материалов и их возраст. И со временем башня дала крен. А дальше, вы знаете, ее взорвали. Со взрывом все понятно, не дать врагу точку обзора Москвы. Но вот с наклоном официальная версия не выдерживает критики. Строители, построившие такое величественное сооружение и не смогли рассчитать фундамент под колокольню. Я скорее поверю в то, что это лошади виноваты, чем в некомпетентность строителей прошлого. А вот в некомпетентность тех, кто переделал, поверить легко, глядя как срезаны стяжки в воротах. И кривой фронтон на башне, когда, согласно официальной версии, все крепостные стены имеют одинаковую высоту. Глядя на отреставрированный, многократно перестроенный и реконструированный храм, мы видим наши любимые стяжки. О том, что это за стяжки, для чего они нужны, мы начали вести разговор в первом фильме серии «Разрыв шаблонов», когда рассматривали металлургический завод в Австралии. Там все предельно ясно. Для нагнетания воздушной смеси в доминую печь использовались компрессорные установки, которые создавали очень сильный вибрационный фон, разрушающий здание. И в таких условиях работы стяжки просто необходимы, чтобы здание не рухнуло. А от каких вибраций мог разрушиться храм, если в нем собирались лишь верующие на молитву? По фотографии говорится о подклете. То есть у храма имеется нижний этаж. Что уже неудивительно, видя, как глубоко в землю утоплена колокольня. Друзья, посмотрите на башни. Специально обращаю на них ваше внимание. Ибо для башен они очень широкие и непропорционально низкие. При такой ширине основания башни могли быть намного выше. А сейчас они больше напоминают сказочный замок, нежели просто башню. И теперь сравните эти башни с нашей колокольней. Только мне кажется, что их размер и форма не сочетаются. Конкретно к этим башням мы также вернемся в одном из последующих фильмов. А теперь давайте внимательно посмотрим на крепостные стены. Что мы там видим? В стенах тоже стяжки. Еще есть дверь внутрь стены. Заметьте, не наружу, а именно внутрь стены. Друзья, как вы думаете, какая у этой стены толщина? Пишите ваши мысли в комментариях. На официальном сайте монастыря есть в описании такие слова. Отстроенные после смуты начала 17 века заново, монастырь представляет собой боевую крепость, где все предусмотрено для ведения боя или длительной осады. Также там говорится, что для строительства использовался прежний фундамент башен. Это очень важный момент. Также запомним его на будущее. Реставрация и реконструкция монастыря продолжаются по сей день. Однако уже сейчас, сделанный недавно, золотой купол потемнел. Видимо, по золоту смыло дождем, так как мы знаем, что золото не окисляется в обычных условиях. Особо хочу заметить про надгробия, которые сложены у алкарной северной стен храма. Эти надгробия именно сложены. Вполне вероятно, что под некоторыми из них на самом деле кто-то погребен. Но большинство надгробий просто новоделка и передел того, что было. Надгробий с вилочковым крестом здесь нет. Однако есть с цветочным орнаментом на боковых гранях и крестом сверху. Но самое интересное, это мраморные и гранитные надгробия якобы 200 летней давности. Качество написания букв и обработки камня отличаются. Также присутствует стиль написания, не характерный для времени, обозначенного на надгробии. Друзья, обратите внимание на букву «Джей». Ее никогда не было в русском алфавите, даже до реформы 1918 года. Выдавая сей камень за древний, нам постепенно навязывают факт, что латинский алфавит древнее славянского. Или что латинскими буквами пользовались гораздо раньше. А это уже планомерная зачистка русского языка. Язык определяет мышление. Друзья, какой бы язык вы не считали родным, берегите его чистоту. Не засоряйте словами-паразитами типа «Окей», «Видосик», «Лайкосик» и тому подобными. Всем этим словам-паразитам в вашем языке есть прекрасный аналог. Не спешите отказываться от родных слов. Ведь благодаря зачистке их и так осталось мало. Что касается этой буквы «Джей», сразу встает вопрос о датах. В старинных документах и картах, когда в написании даты вместо цифры 1 подставляется эта буква и объясняется все придуманным тысячелетием. Не буду утверждать, в действительности ли его придумали или нет, но замечу, что если в русских документах используется буква «Джей», то документ или карта могут быть поддельными. Друзья, будьте внимательны, не позволяйте вводить себя в заблуждение, проверяйте все сами по нескольку раз. Как вывод? Иосифов Воловский мужской монастырь – памятник истории и архитектуры. Красивое и удивительное место, которое может поведать о многих загадках прошлого. Одна колокольня, чего стоит. Главное – уметь видеть суть во всех переделках и попытках скрыть прошлое. По нашей версии, именно монастырем, каким его нам преподносит сейчас, это место стало совсем недавно, не более 200 лет назад, а до этого имел совсем другое предназначение. Какое именно? Друзья, смотрите дальнейшие фильмы. Шаг за шагом мы расскажем и покажем все. Впереди еще несколько фильмов о монастырях и храмах. Вы сами все увидите. Ну а у меня на сегодня все. За сим не прощаюсь. Благодарю вас за внимание. До свидания. Господи, помилуйся. Господи, помилуйся. Господи, помилуйся. Храни нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуйся. Господи, помилуйся. Господи, помилуйся. Господи, помилуйся. Господи, помилуйся. Господи, помилуйся. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.